Добрый день! Вы смотрите программу «Экономикс» и сегодня мы в очередной раз говорим о программе «Повышение финансовой грамотности» и ходе ее реализации. С удовольствием представляю нашего гостя, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой налогообложения Института управления экономикой и финансов, а также координатор программы КФУ по повышению финансовой грамотности Туфитулов Айдар Миралимович. Айдар Миралимович, здравствуйте! Первый вопрос такого общего характера. Почему мы сегодня говорим о необходимости борьбы с финансовой безграмотностью? То есть, чем это обусловлено? Еще раз добрый день! Большое спасибо, что пригласили. Надеемся, что эти встречи станут традиционными. Действительно, мир финансов окружает нас, как любое явление, которое вокруг нас. Но, к сожалению, так как у нас рыночная экономика, ну, относительно недавно, по историческим меркам, это всего какие-то 25-30 лет, и, безусловно, финансовое образование населения, оно было, как бы, наверное, на последнем месте, да, и, ну, как-то в наших семьях не принято говорить о деньгах с детьми, вот. Не всегда, наверное, дети понимают, как они появляются эти деньги, как их зарабатывать, и, самое главное, как их тратить, вот. И вряд ли это становится предметом, там, каких-то семейных советов, семейных обсуждений. И вот эта традиция, вот такая, может быть, общинная, да, она, к сожалению, вот не всегда, вот, предполагает вот такой откровенный разговор, и, действительно, грамотность вот всех членов семьи, всех тех, кто, значит, проживает в нашей стране. И вот эта программа, которая возникла не на пустом месте, безусловно, да, и надо отметить, что это, на самом деле, не наша выдумка, не просто финансовый ликбез какой-то, который, вот, понадобился, вот, исключительно нашей стране, вот. Это общемировая тенденция, общемировой процесс, и, конечно, вот, мы очень благодарны, то, что Министерство финансов России, да, да, совместно с Министерством образования, вот, включились в этот процесс и дают возможность нам принять участие непосредственно, вот, в реализации этой программы. В августе 2016 года была принята программа по повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Республике Татарстан на 2016-2018 годы. Скажите, пожалуйста, каковы основные компоненты программы и в чем ее особенности? Действительно, надо отметить, что наша Республика, как всегда, является очередным пилотным проектом, и это замечательно, не стало исключением и программы финансовой грамотности, ну, вот, у меня, значит, в руках эта самая программа, она была принята в прошлом году, более того, есть закон Республики Татарстан, да, о реализации этой программы, и соответствующая региональная программа на уровне, значит, постановления Кабинета министров. Ну, надо отметить, что оператором, как бы, этой программы, разработчиком является у нас, также, вот, наше профильное министерство, Министерство образования и науки Республики Татарстан. Ну, основные, конечно, задачи, это создание системы финансового образования, которая способствует передаче знаний, навыков, умений финансовой грамотности, создание кадрового и институционального потенциала в сфере финансовой грамотности, разработка и реализация образовательных программ, повышение экономической активности населения, поддержка инициатив создания собственного бизнеса домохозяйств. Ну, и, конечно, очень актуальный нынче вопрос, это развитие, дальнейшее развитие системы защиты прав потребителей финансовых услуг, так как сейчас все больше наше население, особенно молодежь, безусловно, в первых рядах пользуются новыми финансовыми продуктами, а значит, здесь нас подстерегают некоторые угрозы, которых мы должны, наше молодое поколение, предостеречь. Айдар Миралимович, вот вы сказали, что подобные проекты реализуются не только в Республике Татарстан, я знаю, что Всемирный банк поддерживает и развивает подобные проекты в других странах, то есть, видимо, эта проблема не только россиян. Да, как я уже сказал, что, действительно, эта проблема стара, как деньги, вот, как только появилось денежное обращение, кредиты и иные финансовые, так сказать, функции, инструменты, безусловно, эта проблема существует. Но, вот, скажем так, после Второй мировой войны, значит, действительно, озаботился весь мир этой проблемой, и последние вот 30-40 лет этой проблематикой, конечно, на Западе, ну, занимаются уже достаточно много. И очень актуально, вот сейчас вот приведу пример, вот, британские школьники, например, так сказать, извиняюсь за этот термин, зависают в программах определенных, да, вот, ну, так как есть все-таки определенные вот интересы у детей, да, вот, и тратят все свои, там, карманные деньги на какие-то игры, да, на дорогие какие-то, значит, аксессуары, там, да, гаджеты и так далее, вот. Вот, и, например, одним из, вот, инициаторов было, вот, правительство Великобритании, потому что, действительно, это серьезная проблема, у подростков есть деньги, и они, так сказать, тратят их не всегда с умом, вот. Ну, в нашей стране, безусловно, эта проблема обращается теми проблемами, которые у нас есть, например, по ипотеке, безусловно, да, по долгам, которые возникают в ходе неграмотного использования кредитных ресурсов, да, все эти ужасные случаи, которые мы, вот, до последнего времени наблюдали, но, слава богу, сейчас принес закон, где коллекторы у нас поставлены, так сказать, на место, да, и эта область, наконец-то, регулируется, и наведем порядок здесь, безусловно, вот. Вот, ну, а до этого вот эти ужасные случаи, вот, все эти коллекторские агентства по вышибанию долгов с наших граждан, это, конечно, было полное безобразие, и это одно из следствий того, что наши граждане, собственно, вот, неразумно, да, то есть, не посмотрев, не прочитав то, что написано мелким текстом, мелким шрифтом, вот, ввязываются в эти, значит, кредитные истории, и вот получаем вот такой, к сожалению, результат. Ну, да, действительно, я тоже слышал, что недавно правительство выпустило такой законопроект, который ограничивает размер долга по кредиту, вот, именно по микрофинансовым организациям. Да, по процентам, совершенно верно. Да, действительно, очень большие проценты набегали, и люди просто не могли выплатить за всю жизнь, можно сказать, данные проценты. По-моему, в данный момент сумма долга не может превышать, чем в пять раз первоначальную сумму. Ну, там ограничения по процентам, но вот, к сожалению, такие дикие случаи были в республике Татарстан, да, когда человек обращается в микрофинансовую организацию, ну, условно говоря, занимает, там, не знаю, 5-10 тысяч рублей, а в итоге он должен вернуть 150, понимаете? Да, полный абсурд. Да, и когда эта девушка приходит, например, там, не знаю, в Национальный банк, там, в Роспотребнадзор, ну, эти жалобы, так сказать, вот, соответственно, дальше циркулирует и в правоохранительных органах, ну, и мы, как эксперты, вот, тоже, так сказать, были ознакомлены с этой ситуацией, вот, но все разводят руками, и мы тоже ничем помочь не можем, потому что девушка самостоятельно подписала этот договор, да, все законно, все легитимно, ну, что ж теперь, вот, а всего-навсего просрочила там несколько дней по платежам и не посмотрела, какие суммы штрафов, пенеи и так далее, да, значит, соответственно, значит, наступают, вот, в качестве неблагоприятных последствий в силу нарушения ее обязательств, вот, и таких случаев, к сожалению, много, вот, ну, сейчас, еще раз говорю, наведен определенный порядок, люди стали более дисциплинированные, вот, более грамотными, вот, хотя, конечно, работа еще не початый край, безусловно, вот, вот, ну, что касается регионов, я уж просто докончу ответ на этот вопрос, что действительно Республика Тарстан в числе десяти регионов, вот, ну, есть, конечно, и лидеры, мы, безусловно, сейчас догоняем этих лидеров, значит, так как мы чуть позже просто приступили к реализации этой программы, но я уверен, что вот те мероприятия, прописанные в программе, да, это и вопросы, связанные с, значит, созданием вот специальных центров по подготовке, вот, и дальнейшие, вот, соответственно, вопросы по активизации, значит, домохозяйств, да, естественно, отдельная программа будет для пенсионеров, для пенсионеров-военнослужащих, даже для мигрантов, вот, предусмотрены определенные вещи, вот, ну, и, конечно, вот, мы и ставили этот вопрос, и мы были услышаны, будут учебники не только на русском, но и на татарском языке, и даже определенные, вот, курсы для того, чтобы наше население полностью овладело этими знаниями, так сказать, на обоих государственных языках республики Торстан. Ну, это действительно здорово, надеемся, что данная программа поможет избежать таких неприятных инцидентов, о которых мы говорили. Базовая площадка реализации программы был выбран Казанский федеральный университет, вот, в чем основные преимущества данной площадки? Ну, мне, как сотруднику Казанского федерального университета, конечно, просто очень говорить. Мы очень благодарны нашему ректору, уважаемому Шетрову Качугафурову, нашему директору Богудинной Легумеровне, так как эта инициатива исходила от них, вот, но скажу сразу, конечно, в этих программах мы участвовали давно, да, уже последние лет пять, ну, скажем так, на общественных началах, как миссия экономических вузов, да, но вот с учетом программы 5.100, и здесь она нам тоже помогла, Вы знаете, что Высшая школа экономики наш партнер, наши очень добрые друзья, и благодаря тому, что, значит, Высшая школа экономики является оператором программы, вот, в частности, того центра, который я вот главляю, а это именно повышение финансовой грамотности педагогов общего образования, среднеспециального образования, вот, соответственно, Высшая школа экономики остановила выбор на нас, вот, ну, собственно говоря, в регионе, уж, извиняюсь за это слово, круче никого нет, потому что мы действительно и в плане профессорского преподавательского состава достаточно сильны, и опыт у нас соответствующий имеется, и, конечно, уже есть свои учебники, свои наработки, программы, которые мы, собственно, вот, при подготовке документов на данный грант мы были предоставлены, и я уверен, что мы достойны, честно выиграли этот конкурс, и наше руководство абсолютно ни на минуту не пожалево, что мы здесь в этом участвуем. Насколько известно, сейчас работа идет в рамках регионального методического центра по повышению финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, призванного повысить квалификацию учителей как в сфере финансовой грамотности, так и в других сферах. Могли бы Вы охарактеризовать работу методического центра, рассказать содержание и каковы результаты работы центра на сегодняшний день. Спасибо большое, Дмитрий. Вот действительно, это тот вопрос и та тема, которой я непосредственно занимаюсь. Наш центр создан был в прошлом году. Мы фактически прошли обучение осенью, и с 1 ноября приступили, собственно, к непосредственной подготовке наших уважаемых педагогов. На сегодня мы уже подготовили порядка 700 педагогов из 100 школ, и в порядка 50 школах в той или иной форме идут уже уроки финансовой грамотности. Но основная задача — это даже не обучение, хотя, безусловно, это важно для педагогов, а основная задача — это дальнейшая подготовка. То есть у нас есть определенные горячие линия, они нам пишут, звонят, мы их консультируем. И в дальнейшем мы надеемся, что по тем, скажем так, KPI, которые нам установлены, мы должны подготовить полторы тысячи педагогов в нашей республике. Я уверен, что с этой задачей мы справимся уже в этом году. А далее, вот уже с января месяца, мы приступим к открытым урокам, к мастер-классам, конференциям, и будем делать все, чтобы нашим педагогам проще было вести эти уроки. Кроме того, наше руководство, лица высшей школы экономики, сейчас заканчивается подготовка специальных учебников по финансовой грамотности, которые этим педагогам и будут раздаваться, они будут ими пользоваться в ходе этих уроков. И в чем особенность этого учебника великолепная? В том, что они разделены по соответствующим категориям, начальная школа, средняя и те, кто уже у нас выпускается. В чем особенность? Особенность в том, что там есть разделы для учеников, есть соответствующие методические указания для педагогов, и есть отдельный учебник для родителей. Это очень важно. Вот эта цепочка, понимаете, и мы уже дважды проводили такие большие собрания на базе нашего Уникса. Приходили к нам соответствующие родители, мы проводили в рамках больших мероприятий, это называется неделя финансовой грамотности, и вот далее мы предполагаем, что педагоги доносят эти знания до детей, а дети в семье, как вот мы уже с чего начали разговор, обсуждают эти вопросы и где-то даже просвещают своих родителей. Родители, наоборот, просвещают своих детей. И вот эта цепочка, она замыкается и действует непрерывно, понимаете? То есть основная задача программы, именно не только дать знания, а запустить вот этот процесс постоянного получения знаний, постоянного совершенствования этих знаний, чтобы люди интересовались этим вопросами и, ну, в общем-то, были где-то бдительны при заключении каких-то серьезных финансовых сделок. Это достаточно интересно, спасибо за ответ. Я также знаю, что в дальнейшем планируется создать региональный методический центр для работы со взрослым населением в целом. То есть мы знаем то, что население не очень доверяет фондовому рынку, например, в основном хранят деньги, как говорится, под подушкой, либо открывают банковские депозиты, хотя есть такие большие возможности и на финансовых рынках иных. Вот в чем особенности работы с данной аудиторией, на что следует обратить внимание? Ну, конечно, немножко вопрос не совсем мой, да, в том плане, что со взрослым населением вот мы работаем с педагогами, да, и, конечно, вот когда педагоги приходят, там приходят разные, мы, безусловно, делаем ставку в первую очередь на учителей общества знания, да. Вы знаете, что сейчас, если открыть программу единого государственного экзамена по обществознанию, да, то, соответственно, вы там увидите очень много задач по финансовой грамотности, и количество этих задач, насыщение вот этой программы будет только увеличиваться, потому что мы в плотном контакте работаем и с нашим Минобором, да, и с Министерством финансов России, значит, на, соответственно, Центральной банком России, и они тоже вот со своей стороны как бы стимулируют этот процесс. И поэтому здесь даже изучение финансовой грамотности имеет даже такой утилитарный вот плюс, да, такую пользу, что не только вот на практике эти знания используют, но и в теории, да, потому что детям, в общем-то, сдавать этот экзамен и дальше поступать в ВУЗ, безусловно, один из лучших, наш ВУЗ. Вот, поэтому здесь, конечно, вот есть такой момент. Вот, и, конечно, когда нам приходят педагоги, а к нам приходят педагоги не только по обществознанию, но и вот начальник школы, я уже скажу о своем личном опыте, да, вот, учителя физики приходят, учителя математики приходят, и мы, конечно, тоже вот, ну, несколько, поначалу, были обескуражены, потому что, ну, люди задают, ну, достаточно, скажем так, элементарные вопросы, на которые, ну, мы полагали, они должны были знать ответ. Вот, ну, в этом ничего, так сказать, страшного нет, мы для этого, как бы, существуем, для этого и работаем, чтобы вот эти пробелы, так сказать, восстановить. И надо отметить, что наши вот, наши педагоги очень талантливые, и, вот, например, учителя физики, даже в рамках своих уроков физики, могут имплементировать вот эти знания по финансовой грамотности, например, рассказывая о счетчиках воды, электричества, да, соответственно, как дальше вот, ну, как, во-первых, он работает, да, и каким образом снимаются показания, и дальнейшая, соответственно, происходит оплата. То есть, даже здесь вот дети, они, так сказать, не погружены в мир финансов. Вот, ну, математика, это царица наук, безусловно, и, конечно, финансы невозможны без математики. И, конечно, финансовые задачи, финансовая математика, это тоже отдельный, значит, компонент. Ну, и, конечно, мы большое внимание уделяем начальной школе, да, именно вот там, именно вот с детского возраста, именно с раннего этого возраста закладываются вот эти основы. И чем раньше дети узнают о мире финансов, о том, как правильно сберегать денежные средства, как правильно их тратить разумно, адекватно, тем лучше будет для всех и для них в первую очередь. Вот надо отметить московский опыт. Там, например, практически сейчас нет детских садиков. Вы знаете об этом, да? Там все большие школы объединены. То есть, ну, они есть, но они уже в рамках определенного образовательного учреждения. И, конечно, вот наши московские коллеги, когда работают с педагогами этих школ, они уже отдельно выделяют категорию, которая работает, вот, скажем так, с дошкольными учреждениями. Для нас эта работа еще вот предстоит, так как у нас немножко по-другому. Вот, и там, в общем-то, вот, в этом плане они еще раньше, да, заходят, значит, в подрастающем поколению, и эти знания получают практически с детского сада. Хотя у нас тоже определенная работа нашими партнерами ведется, и национальным банком, и федеральной налоговой службой. Вот, то есть у нас соответствующие лекции в детских садах тоже проходят. Вот, ну, естественно, безусловно, только в игровой форме, потому что с детьми такого возраста там по-другому совершенно нельзя. Вот, только игры, только какие-то шоу, так и так далее, и так далее. Ну, и, конечно, отдельная забота, отдельное внимание это детским домам. Вот, то есть у нас тоже есть отдельные программы для них. Мы уже сейчас разрабатываем план мероприятий по выезду в отдельные детские дома, вот, к сиротам, к нашим деткам. И, конечно, это зона особого внимания, тем более, что государство хорошо сейчас поддерживает вот этих ребяток, ну, так сказать, максимум, что могут они получить, вот, эти бедные дети. Но при выходе из этого детского дома, да, после того, как они, собственно говоря, выходят в возрастную жизнь, многие из них оказываются вот в очень тяжелой ситуации. Они просто не способны и вот разбираться в этих вопросах, да. И, конечно, очень важно вот заложить основы финансовой грамотности, финансового знания уже там, чтобы после окончания соответствующего учреждения они могли все-таки защитить свои права. Вот это, на мой взгляд, вот сейчас самая большая забота и самая незащищенная часть детей у нас населения. А взрослые населения, конечно, это, я думаю, что, если можно, Дмитрий, мы этому посвятим отдельную программу, потому что здесь очень много особенностей, вот, и мы, наверное, позовем специалистов, которые, наверное, ну, лучше меня расскажут вам об этом. Я как-то все-таки больше вот по нашим школьникам, да, по нашим педагогам школьным, вот, мы сейчас больше профилируемся на этих вопросах. Ну что ж, Айдар Миралимович, большое спасибо за интервью. Спасибо. На этом первая часть программы подошла к концу. Далее обсудим основные новости и события, которые произошли на финансовых рынках за прошедшую неделю. Итак, мы переходим ко второй части нашей программы, обсудим текущее состояние финансовых рынков в России и за рубежом. Ну что ж, начнем с отечественного рынка. Ключевым событием в конце апреля стало, конечно же, снижение ключевой ставки Центральным банком на 50 базисных пунктов до 9,25%. При принятии решения Центральный банк руководствовался все теми же показателями, о которых мы говорили ранее, то есть это снижение уровня безработицы, восстановление деловой активности, замедление темпов роста инфляции и укрепление рубля. Также Минфин России 26 апреля начал продажу народных облигаций, которые можно приобрести в отделениях Сбербанка и ВТБ. Основные параметры эмиссии вы можете видеть сейчас на экране. Также процитирую слова министра финансов Антона Силуанова. «Предлагаю новый инструмент всем заинтересованным гражданам, у кого есть свободные ресурсы, особенно тем, кто хранит их дома под подушкой и кто готов вложить деньги на длительный срок. Деньги будут надежно инвестированы, доходность будет высокой на протяжении трех лет. Это очень хорошее предложение». Отмечу, что минимальное количество бумаг, которые может купить физическое лицо, составляет 30 штук, а максимально 15 тысяч штук. Также по словам Антона Силуанова, дополнительная эмиссия может составить 15 миллиардов рублей. Все будет зависеть от спроса инвесторов на данный инструмент. Следующая новость – это спрос на облигации федерального займа вырос до новых максимумов, то есть доля иностранных нерезидентов составила 30%. Это максимальный показатель с 2012 года. Сырье на прошлой неделе в целом оставалось в боковике, однако нефть ушла вниз. В ближайших торговых сессиях ожидаем рост цен на нефть. Соответственно, российские индексы, точно тесно коррелированные с движением нефтяных котировок, в ближайшее время также могут начать свой рост. Индекс МВБ закрылся на уровне около 2000 пунктов, индекс РТС на уровне 1080 базисных пунктов. Касательно валютного рынка по паре доллар-рубль, рекомендации держать. Что касается глобальных финансовых рынков, как мы знаем, на прошлой неделе 7 мая состоялись выборы Франции, на которых победил представитель социал-либеральной партии Мануэль Макрон. Соответственно, снизились политические риски, и рынок отреагировал ростом на данные события. На американском рынке возрастают опасения по поводу затянувшегося роста индексов. Похоже, медведи окончательно сдались. Недавно NASDAQ переписал свои исторические максимумы, достигнув отметки 6000 пунктов. Открытый интерес по коротким позициям на самый ликвидный ETF по американским акциям также снизился до 10-летнего минимума, до самого низкого уровня с мая 2007 года, то есть непосредственно перед кризисным обвальным падением. Даже если не Армагеддонить, а внимательно присмотреться к графику, представленному на экране, стоит отметить, что экстремальные точки открытого интереса часто совпадают с разворотами рынка, как локальными, так и глобальными. Это вполне понятно, ведь рынок часто разворачивается в моменты крайней эйфории или паники. Так что в скором времени возможна сильная коррекция и откат вниз. Кроме того, в последнее время возрастают опасения по поводу ипотечного американского рынка. Индекс кейса Шиллера с уровня 2012 года вырос уже на 44%. В целом ситуацию может охладить повышение ставок ФРС, а также рынок ипотечных деривативов сейчас не столь подвержен манием со стороны спекулянтов. Что касается инвестиционных идей, следует обратить внимание на дивидендные истории, в частности на те компании, где акционером является государство. Это компания Мосбиржа, также МТС и бумаги Аэрофлота. Но бумаги МТС сейчас подвержены также рискам со стороны ИСК Роснефти к АФК-системе, которая является главной компанией, и поэтому советуем торговать лишь на краткосрочном таймфрейме, потому что риски остаются достаточно высокими. Закончить выпуск хотелось бы известной поговоркой «Sell in May and go away», что переводится как «В мае продавай и до осени гуляй». Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Будем надеяться на лучшее. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин